Девушки отдыхают На третье плановое УЗИ Партнер проекта Магазин для будущих Мам Миледи Новое поступление стильной комфортной одежды Для беременных женщин И снова Лена в знакомом кабинете Лаборатории Юнилаб На приеме УЗИста Натальи Смирновой Улыбаться будущая мама начинает С первого вгляда на свою малышку А тут и Наталья Георгиевна радует Голова внизу То есть положение установилось Если количество колоклубных вод Нормальное, то уже ребенок Не перевернется Имя есть уже у девочки? Нет, мы сейчас не говорим В смысле? Почему это все не говорится? Я думала вырождение Но Наталья Георгиевна тверда В животике девочка Другие варианты исключены Сейчас малышка весит 2 килограмма 237 граммов Вот мы видим Каждый позвонок Так вот Туда, кзади, прямо спинка Это очень такое Треморная постельная Да, вот здесь вот как раз Тазовый конец Лена снова увидела Все внутренние органы ребенка Ножки, ручки Услышала биение крошечного сердечка В целом все получается нормально у нас Лежит правильно А вес нормальный Размеры соответствуют А колоколовных вод Нормальное количество Плацента располагается нормально Кровотоки в норму На третьем УЗИ Наталья Смирнова Обычно делает трехмерную фотографию Личика малыша Однако Ленина крошка Уперлась личиком в маму И никак не хотела позировать Врач и будущая мама Тормошили упрямницу И так, и эдак Безуспешно Тяжко Тяжко Спина тягет Лена решила утешиться Просмотром других Более покладистых малышей И мы получаем Это прям Человечный Еще одна попытка Получить трехмерное изображение Карапуза И снова неудача Они лежат так, как им удобно Мало ли, что мы хотим Но все-таки Не отказ от фотосессии Вызвал наибольшее беспокойство У врача Вот эти синие полоски Петли пуповины Которые обвились вокруг шеи малышки Это означает, что Лене предстоит Еще одно Контрольное УЗИ На котором будет видно Исчезнут петли Или к ним добавятся новые Бывает, что больше Бывает, совсем исчезают То есть это все Чисто индивидуально Поэтому надо контроль провести Наличие пуповины вокруг шеи Не является показанием Для кисарево сечения Но иногда разные нюансы Могут быть Поэтому доктора Должны знать Есть пуповина на шее Или нет Опасение это вызвало Но врач предупредила Что как бы все нормально И к концу беременности Они могут исчезнуть То есть просто Нужен дополнительный контроль Перед родами И все Поэтому я думаю, что все нормально будет Нашей героине повезло Наталья Георгиевна Не только высококлассный специалист Ультразвуковой гиагностики Долгое время Она работала Акушером-гинекологом Поэтому успокаивают Лену Проблем не возникнет Если будущая мама Будет во всем Слушаться врачей в роддоме И правильно тужиться А правильно тужиться Лену научат где? Конечно На курсах по подготовке к родам Этому посвящено Одно из занятий В центре детского развития УМКа Во время путок Головка двигается По родовому каналу То есть надавливая на нервное окончание Сдавливая кишечник И возникает ощущение Похожее на желание Опражнить кишечник Потуги – это сокращение мышц Брюшного пресса и диафрагмы Каждая длится примерно 10-15 секунд Они возникают непроизвольно Но в отличие от схваток Женщина может управлять ими Именно на это нацелены Специальные упражнения Которым Наталья учит Елену Во время путок нельзя себя жалеть Нужно работать Слушать обязательно врачей Акушерок И делать все, что они говорят Правильное дыхание – это наше все Во время родов И особенно актуально при потугах Когда младенец страдает От недостатка кислорода К тому же правильное дыхание Бережет силы роженицы При этом набирается полная грудь воздуха И женщина производит усилие Тужится долго, долго, долго То есть в течение средних 10 секунд После этого плавно воздух выдыхается И опять набирается полная грудь воздуха И женщина тужится Во время схватки Женщина тужится в среднем 3 раза Самой длительной Должна быть первая попытка И потушься слегка Подбородочек груди Потужилась Идет напряжение мышц брюшного пресса Выдохнула И сразу еще Лена, еще Очень часто женщины делают ошибку Тужатся, как говорят, акушеры в лицо И получают себе красные глаза Красные пятна по всему лицу Что лопаются капилляры А воздействия именно туда, куда нужно Не происходит То есть силы тратятся впустую Поэтому так важно учиться задолго до часа Х Если мама так и не сообразит, куда нужно тужиться Врачам придется выдавливать малыша Наталья советует тужиться в точку максимальной боли Усиливая ее Рождение ребенка происходит после трех потужных схваток В идеале Лене придется потужиться всего 9 раз Партнер проекта Телепузика Компания Окна Эталон В честь праздников Весь февраль Мы дарим своим клиентам Скидку 23% И рассрочку 8 месяцев На балконы и окна В следующей серии Встретимся с врачом Еленой Которая ведет ее беременность В женской консультации И узнаем За что ругает доктор нашу героиню Не пропустите Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова